Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. И если вы смотрели видео с распаковкой посылок с куклами, то возможно помните, довольно давно я заказывала куклу Алису из диснеевского мультика. Пришло время ее открыть. Но прежде чем я открою куклу и мы с вами ее посмотрим, я хочу рассказать вам про сами книги Алиса в стране чудес и Алиса в зазеркале. Конечно не про сюжет, потому что я уверена, что вы их читали. Лично у меня это одни из любимейших книг и я перечитываю их каждый год. Вообще каждую зиму я читаю свои любимые сказки. И Алиса в стране чудес и Алиса в зазеркале это как раз таки одни из них. И сегодня я хочу вам показать еще самые красивые, на мой взгляд, издания этой книги, точнее двух этих книг. И начну я с издательства Лабиринт, который выпустил просто потрясающие книжки-игрушки. Вот так они выглядят. Алиса в стране чудес синяя и бордовая Алиса в зазеркале. Это очень-очень красивые книги. Сама обложка сделана такая как будто бы под ткань. На самом деле она не тканевая, мне кажется, но она такая ребристая под ткань с узорами, которые пропечатаны, с золотистым названием. На обложке фотографии Алисы. И если вы ее крутите, то Алиса становится то как фотография девочки, то как нарисованная. Очень красивое издание. То есть вы открываете какую-либо страничку. И здесь огромное количество разных секретиков, которые можно открыть, развернуть. И везде что-то интересное написано. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот такие издания. Если вы ищете издание в свою библиотеку, в своей любимой книге или, может быть, кому-то на подарок, тем более, что скоро Новый год и пора выбирать подарки, вот эти два издания – это отличный вариант для подарка кому-то или себе. Дисней про Алису в стране чудес. Закреплено наклейками и вытаскиваю. Просто вытаскиваю прозрачный блистер. И вот так кукла выглядит на подложке. Вообще очень милая, очень симпатичная. Мне прям нравится. И особенно мне у нее нравятся глазки. Посмотрите, какие глазки у этой куклы. Давайте освободим ее от резинок. Да, все закреплено резиночками. И их обрезаем. Освободим нашу Алису из заточения нитками пришитые волосы к коробке. В комплекте с куклой ничего нет. Здесь нет подставки, расчески, еще чего-то. То есть кукла просто сама по себе. Сама она не стоит. То есть ей нужна подставка. Но выглядит кукла, мне кажется, очень мило. У нее черные ботиночки. Ботиночки зацеплены резинками за ножки, чтобы они не упали. И, наверное, они ей чуть большеваты. Да, они ей чуть-чуть большеваты. И без резинок они будут падать. Голубое блестящее платье. Юбочка. Здесь такая оборка белая, кружевная. Сверху атласный передник. Рукава-фонарики. Слушайте, это очень мило. И сзади передничек завязан на бантик. Платье у нас на липучке. Кукла шарнирная. То есть у нее есть шарниры в локтях, в кистях. Ножки сгибаются по щелчку. Да, на один щелчок. И все ножки у нее в голубых блестках от платья. Потому что все это, понятное дело, летит на ноги. Ножки резиновые. К ним очень хорошо все это прилипло. И такие у нее синенькие блестящие ножки. Милейшая ричка. Просто потрясающие глазки. Мне очень нравятся ее глазки. Сверху на волосах черный бантик. Волосы такие желтоватые. И немножко закрученные в кудряшки. Конечно, выглядит это все очень неаккуратно. Подумаю, может быть, ее потом причешу. Но пока не знаю. И локоны передние у нее убраны с помощью вот такого бантика. Вообще, у меня нет какой-то большой любви к диснеевским куклам. Хотя я обожаю мультфильмы Дисней. Обожаю диснеевских принцесс. Но сами куклы мне редко нравятся от Дисней. И вот Алиса это первая, которая мне прям понравилась. Конечно, мне еще нравятся куклы Дисней с фэшн коллекцией. Но они довольно редкие и дорогие. И, честно говоря, за них я что-то пока жадничаю этих денег. Но вот маленькая Алиса мне очень понравилась. И она действительно выглядит как девочка. Это не как взрослая кукла. То есть здесь и тельце такое. Прям девичье. То есть это действительно девочка. И очень-очень похожа. Мне кажется, очень похожа на Алису из мультика. Это здорово. Единственное, с чем я не согласна в диснеевском мультике, это то, что Алиса блондинка. Потому что на самом деле Алиса брюнетка. Но это уже мелочи. И в любом случае диснеевская Алиса выглядит очень мило, очень интересно. Конечно, сам мультик, он просто потрясающий. Я его обожаю. И, кстати, недавно я читала книгу про Уолта Диснея. О том, как он создавал компанию Дисней. Как он открывал парки. И как они создавали все эти мультфильмы. Очень интересно. И мультфильм про Алису был одним из самых первых. И история тоже очень интересная. Здесь, кстати, все закреплено маленькими гвоздиками. Например, фартук к платью прикреплен гвоздиками. И, наверное, его тоже не стоит отрывать. Просто потому, что у вас потом все это не будет так красиво лежать. Я покупала эту куклу все-таки просто на попку. Не для того, чтобы с ней что-то делать. Не для того, чтобы ее переодевать. Тем более. Потому, что, в моем понимании, Алиса должна быть вот в таком образе. Вот в этом платье. Вот на передничке. Несмотря на то, что это очень простая кукла. Она действительно дарит какое-то ощущение радости. И погружает в сказку. На самом деле, эти блестки, я сейчас поняла, что у нее даже на лице они вообще везде. Но, наверное, их, в принципе, да, там можно убрать ватной палочкой. А эти блестки, они не навсегда. Ну, не сказать, что они там сильно ее как-то портят. Даже если у вас со временем эти блестки все равно будут везде. Потому, что, да, они осыпаются. У меня, на самом деле, даже вот на столе сейчас все эти блестки. У меня вся рука уже в этих блестках. Но, ничего страшного. Все равно выглядит очень красиво. И, в принципе, диснеевские принцессы – это интересные куклы. Они для игры очень интересные. Тем более, если вы любите диснеевские мультики, любите диснеевских принцесс, то это классная игрушка. А еще я всегда за покупку какого-то стаффа от Disney по одной простой причине. В начале существования студии Disney их мультфильмы не окупались. Но они очень быстро сообразили, что можно продавать всякую сувенирку, игрушки. По своим мультфильмам. И только благодаря этому компания Disney просуществовала до сегодняшнего дня. Она не разорилась. Потому, что именно вот этот стафф, он помог компании выжить. И, конечно, я понимаю, что сейчас это уже не так. Но все равно у меня остается какое-то ощущение, что когда я покупаю какую-то продукцию от компании Disney, я их поддерживаю. Я очень люблю эту компанию. И да, я знаю, что многие считают, что это вселенское зло. Но, на мой взгляд, компания Disney это замечательная, добрая компания, которая создает что-то удивительное и дарит нам много радости, праздника и погружает нас в сказку. И вот такой сказочный обзор на сегодня у меня закончен. Спасибо, что посмотрели. Дождались, когда Алиса выйдет из коробки. Надеюсь, она вам тоже понравилась. Она помашет вам ручкой. И мы вместе пойдем и выпьем чаю. Алиса выйдет из коробки.